МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Регион-12, информационная программа, 12 новостей республики. Интернет-версию нашей программы можно найти на сайте tvregion12.ru в студии Виталий Рыжков. Почти 98 миллионов рублей на выплату пособий на первенца будет выделено республике из федерального бюджета. Распоряжение опубликовано на официальном портале правительства России. В этом году размер выплат в Мариэл составит 9 645 рублей. Эта сумма равна прожиточному минимуму на ребенка, установленному за второй квартал прошлого года. Напомню, что недавно президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому при рождении первого ребенка многие российские семьи смогут получать дополнительную финансовую поддержку от государства. Право на выплату получат те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума трудоспособного населения. Для Мариэл это 15 070 рублей в расчете на каждого члена семьи. Выплату будут получать семьи, чьи дети родились в этом году. Выплата назначается сроком на один год. Затем можно подать новое заявление и получать выплату еще полгода. Оформление ежемесячных денежных выплат будет вестись в центрах предоставления мер социальной поддержки населению по месту жительства. Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Мариэл с 1 июля примерно на 3,5% пункта. Утвержденный для Мариэл индекс является самым низким среди регионов ПФО и намного ниже индекса потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации. Отметю, что Министерством экономического развития и торговли было рассмотрено 243 тарифа на коммунальные услуги для 124 организаций и предприятий. Все тарифные решения, принятые по итогам заседаний, опубликованы на официальном интернет-портале Республики Мариэл – портал.мари.ру. В первом полугодии тарифы на коммунальные услуги для жителей Республики не изменятся. Более 22 тысяч нарушений федерального законодательства пресекли в минувшем году прокуроры Республики. Об итогах работы надзорного ведомства в 2017-м речь шла во время торжественного собрания по случаю Дня работника прокуратуры. За отчетный период в Мариэл к административной и дисциплинарной ответственности были привлечены около 6 тысяч лиц. По материалам прокуроров возбуждено 103 уголовных дела. Кроме того, в Республике по результатам прокурорских проверок было выявлено сверши 1800 нарушений законодательства о противодействии коррупции. На особым контроле прокуроров находились вопросы соблюдения законодательства о гарантиях социально уязвимых категорий населения – ветеранов, инвалидов, пенсионеров, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на их медицинское лекарственное жилищное обеспечение. В сложных условиях санкций усилия прокуроров были направлены пресечения случаев необоснованного роста цен на сельхоз и продовольственную продукцию. Контроль за ценами на лекарства пресекались факты несоблюдения законодательства о лекарственном обеспечении льготной категории граждан. Приоритетным направлением деятельности прокуроров оставалось соблюдение трудовых прав граждан, особенно на современную оплату труда. Под постоянным контролем находились вопросы исполнения законодательства о защите семьи, соблюдения прав несовершеннолетних. Особое значение придавалось надзору за соблюдением законов в экономической сфере. Поздравил работников надзорного ведомства с профессиональным праздником и глава Мариэл Александр Евстифеев. Руководитель региона отметил важную роль прокуратуры в наведении порядка в региональном законодательстве в начале нулевых годов, а также обозначив важность участия прокуроров в стартовавшейся чуть больше года назад реформе контрольно-надзорных органов. Президент Российской Федерации с декабря 2016 года ведет колоссальное направление в работе. Это реформа контрольно-надзорных органов. И решение прокуроров введение этой работы возложено на органы прокуратуры совместно с правительством Российской Федерации. И вы-то точно знаете, сколько нарушений в этой сфере и как они мешают развиваться нашей экономике и что нужно сделать для того, чтобы эти препятствия в движении в экономическом развитии устранить. Это тоже ваша работа. Добавлю, что на торжественном собрании отличившимся прокурором республики, за успехи в работе вручили ведомственные награды. В предстоящие выходные россияне снова встретят Новый год. На этот раз старый. Уникальный, пусть и неофициальный праздник появился в нашей стране из-за перехода с юлианского календаря или старого стиля на грегорианский или новый стиль. Эти изменения произошли в 1918 году, когда декретом Совнаркома было решено перевести страну на новый календарь. Именно поэтому лишь в ночь с 13 на 14 января в России полноценно наступит новый 2018 год. И для многих это повод для очередного праздника с застольем и подарками. Сувениры в виде собачек, игрушечные щенки, фотосессии с живыми четвероногими. Все это стало необычайно популярно перед 2018 годом. Ведь по восточному календарю 2018 – это год собаки. Что год грядущий нам готовит и будет ли хорош живой пес в виде подарка – в нашем следующем материале. Рыбак рыбака видит издалека, а точнее собачник собачника. Для кого-то собака дома – это уже неотъемлемая часть быта, образ жизни. Ну а кто-то, глядя на хозяев с собакой, всерьез задумывается, не пора ли осуществить давнюю мечту детства. Тем более, что со стороны такая картина не может не умилять. Собачники – это люди всегда с хорошим настроением, это, я не знаю, с хорошим здоровьем, потому что в два-три раза в день в любом случае вы ходите гулять. Это прогулки на свежем воздухе, это роса на траве, это свежий снег, это дождь, как ни странно. Мы вот, например, собачники, вот я вот могу говорить за себя, я люблю гулять в дождь, потому что если мы ходим по улице, мы… толпы народа нет, мы спокойно можем пройтись со своими питомцами без ограничений, потому что, ну, собаки никому не отвлекаются ни на кого, и мы спокойно гуляем. И собаки, в принципе, на плохую погоду не реагируют, вот, и как раз собачники никогда не обращают внимания на погоду. Для Ксении же Красл-Елка уже четвертый питомец, и в ее случае это серьезное взвешенное решение. Ксения – кинолог, и эта собака ей нужна как раз для работы, для серьезных тренировок. Несмотря на то, что щенку еще всего три месяца, он уже много чему научился. Ну, а то, что елка появилась у Ксении перед годом собаки – просто совпадение. Сейчас даже много обращаются, вот где взять щенка перед Новым годом или еще что-то. Конечно, стоит от этого отговаривать очень серьезно, потому что это не игрушка. Год собаки – это только один год, а у вас будет много лет с собакой. Перед годом обезьяны мы же не дарим обезьянок живых, перед годом крысы мы не дарим крыс. Если вдруг все же вы хотите преподнести подарок кому-то в виде живого щенка, то специалисты рекомендуют предварительно выяснить намерение будущего хозяина. Это ни в коем случае не должно быть сюрпризом. Даже просто прогулки и кормление – это уже время и силы. Помимо этого, естественно, это воспитательный момент, потому что вы приобретаете не просто какое-то там существо на диванчик, которое лежит и хлебушка только просит. Вы приобретаете собаку, которую нужно будет до года очень серьезно воспитывать. То есть даже если вы просто собачку, как говорят, для себя берете, мы тоже берем собаку не для соседей, так скажем, но для того, чтобы собака была комфортная дома, для того, чтобы приносила радость, нужно в нее вложиться. То есть нужно будет и воспитывать, и как-то выгуливать правильно. Не просто, чтобы бежит человек, там впереди собака на натянутом поводке, человек как бесплатное приложение. То есть для того, чтобы собака вас любила и понимала, и чтобы вы ее понимали, нужно потратить время и силы. Вот это надо очень серьезно взвешивать, потому что это действительно и отдельная статья расходов, и отдельная статья распределения своих сил. Свои силы нужно будет и рассчитывать нам при встрече нового года. Год Желтой Собаки придет к нам в 2018 году, 16 января, в 0 часов 6 минут. Астрологи Год Собаки рекомендуют встречать ярко, весело и достойно, со светлой головой. То, как мы его встретим, заложит основу аж на 18 лет. Больше всего в Год Собаки повезет рожденным под знаком Скорпиона. Именно в его знаке будет находиться Юпитер. Люди, которые достигли в этом мире положения, для них все эти восточные Новые Года, соответственно, намного значимее, чем, конечно, домохозяйкам. Но домохозяйки тоже уважаем, авторитетны в своей среде, поэтому если они хотят быть достойны дома своим и уважаемым, естественно, не значит, что юпитерианским Новым Годом, то есть восточным Новым Годом, собак стоит игнорировать. Юпитер — это уважение, авторитет, а Плутон, по большому счету, это планета большой политики. Раз они в гармоничных аспектах, думаем, что достаточно спокойно все вопросы, реформ, возможно, даже, и каких-то моментов, связанных с материальным благополучием, достаточно пройдут мягко. И время укрепления вертикали власти. Так что и это будет все делаться в достаточно гармоничной обстановке. Ну а тем, кто с политикой не связан, астрологи в этом году рекомендуют больше обращать внимание на семейные ценности и традиции. Вообще, предстоящий год собаки — это год дружбы, друзей, новаторств и обдуманного риска. Поправить здоровье, как в санатории, поднять жизненный тонус, обрести стройность и легкость после обильных застолий. ФОК Политехни предлагает пройти оздоровительный курс на основе современных технологий и методик. При этом выезжать никуда не надо. Курс восстановительных процедур можно пройти в центре Йошкаралы. Сегодня трескучие морозы, а завтра уже оттепель и дождь со снегом. Зима в последние годы не отличается постоянностью. Особенно тяжело такие капризы погоды переносят пожилые люди и все, у кого есть проблемы со здоровьем. Поэтому зима — самое время позаботиться о себе, поддержать свой иммунитет, заняться оздоровлением организма и профилактикой. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Политехник» — это настоящий городской санаторий. Здесь можно не только поплавать в бассейне, но и пройти курс оздоровления и профилактики по одной из программ, разработанных специалистами. Для этого в «Политехнике» есть все необходимое оборудование, а стоимость услуг порадует жителей республики. Мы предлагаем несколько таких программ, рассчитанных на 8 посещений. Это очень удобно, выгодно в плане экономическом, что не нужно далеко куда-то ездить, тратить большие средства. Поэтому мы вот этот набор предлагаем и уже активно нас посещают многие граждане и всех возрастов. Основной принцип оздоровительных программ — это профилактика и восстановление жизненно важных функций, повышение иммунитета и тонуса организма. Приятный и полезный бонус — посещение жемчужной ванны с аэро- и гидромассажем, дополненной хромотерапией, то есть многоцветной подсветкой. Йодобровная, хвойная, соляная — сразу три полезные для организма ванны в шаге от 25-метрового бассейна. Специалисты говорят, 10-20 минут в такой воде, и вы как новенький. Она очень хорошо расслабляет организм, она улучшает кровоток, снимает отеки при всевозможных нарушениях нервного характера. Еще одна гордость физкультурно-оздоровительного комплекса — соляная микроклиматическая палата. Пол, стены, потолок — полезный микроклимат в ней создается благодаря калийным солям Верхнекамского месторождения Западного Урала. Особенно полезно посещать спелеокамеру зимой, ведь это мощная профилактика простудных заболеваний. А в январе это еще и выгодно — на посещение соляной пещеры скидки от 20 до 50%. Для восстановления и профилактики опорно-двигательной системы массаж-стоп, лимфодренажные сапожки, пояс и четырехсекционная манжета для рук. Возможностями Центра профилактики и восстановления физкультурно-оздоровительного комплекса «Политехник» пользуются и спортсмены для достижения новых результатов и побед на соревнованиях. Вся инфраструктура доступна не только студентам и сотрудникам Волготеха, но и всем жителям республики. Режим работы удобен даже для очень деловых людей. С 6 утра и до 10 вечера. Будьте успешны и здоровы вместе с «Окполитехник». Информационная программа «12 новостей республики» продолжается. Выпуски МРИЛ ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru, на нашем ютуб-канале, а также в группах «ТВ Регион 12» в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова